Друзья, всем самого добрейшего осеннего утра. Поздравляю вас с первым снежком. Сейчас его не видно, но на стекле уже он превращается сразу в воду. Мы находимся с вами на стояночке в Тушнолобово, куда я вчера приехал поздненько. Вообще не люблю я большие стоянки из-за того, что найдется такой человек, который обязательно испортит настроение с утра. Но поднял я себе настроение с утра душем. Сходил я в душ после небольшого стресса. Представляете, просыпаюсь, вчера еще заезжаю на стоянку, мне охраня говорит. Вот сюда заворачивай направо, сейчас мы поедем, я покажу. Там щебенка, да серый камень. Я говорю, блин, не люблю я на щебенки вставать, потому что это такая вещь. Обязательно найдется какой-нибудь камушек такой подлый, который залезет в колесо. Я говорю, на асфальте нельзя встать. Он говорит, ну вот здесь вставай в проезде, только встань так, чтобы на длину кабина, чтобы тебе зеркало не снесли. Как в воду смотрел. Юпорос, это утром просыпаюсь, прозвенел будильник. Только ноги спустил с кровати, слышу, камазик едет сбоку, проезжает и слышу шуршание пошло. Блин, занавеску убираю, а он уже мне зеркало складывать начинает. Я к сигналу, бам-бам, а он не работает. Блехому зажигание-то не включено, он без зажигания не срабатывает. Ё-моё, я быстрей. И главное, он остановился уже, слава богу. Так ты выйди, посмотри. Выйди, ты уже сложил зеркало. Нет, включает заднюю передачу, поехал назад у меня. А, батюшки, сейчас думаю, в обратную сторону мне зеркало вывернет. Ладно, отъехал, главное, я пока тут штаны, куртку накидывал. Выхожу из машины, а он отъехал в ряд и разворачивается, поехал. Я говорю, слушай-ка, ты глазки-то немножко включай с утра. А что такое? Я говорю, ну как ты мне зеркало сложил? А я, говорит, заметил, когда уж близко стал. Я говорю, ты не близко встал, ты сложил вообще зеркало. Ещё каких-то полметра и облицовка пошла уже. И всё, и вот люди такие. Ну, сказал бы, извини, там, туда-сюда. Блин, раз по передаче и поехал. Ну ладно, я посмотрел, слава богу, там ничего не лопнуло. А пластик, это же такая вещь. И хорошо, что у него был тент, который... Ещё ему там, видно, навалили, так же, как мне сборного груза. И тент, он как бы... Его выперло немного полукольцом. То есть, если бы он был ровный, он бы мне точно низом... Все бы эти нижние части облицовки, он бы мне унёс. А это, видно, всё-таки успел тормознуться. Хватило ума остановиться. Но не хватило ума сначала выйти посмотреть. И хотел я эту картину заснять, но... Разворот событий такой, раз-раз. Ну так, на дурачка. А вдруг не заметит. А я сейчас уеду и туда-сюда. А я как раз проснулся. Не вовремя, так скажем. А может и вовремя. Поэтому я с утра думал ещё сомневаться. Идти в душ, не идти. Вроде бы расстояние. 965 километров ещё до места. Времени-то нету. Надо ехать. Но когда хапнул адреналинчику за новую машину, думаю... Блин. Пойду-ка я приму контрастный душ. И вот сходил я в душ, ребятки. Себя немножко привёл в порядок. Отошёл я от небольшого шока. И сейчас я вместе с вами, ребятки, собираюсь отправиться дальше выполнять свою миссию номер 2. В город Новосибирск. Улица уже даже что-то как-то не выговорю, какая улица. Ладно, это не суть в этом. Суть в том, что везу я туда груз. Такой срочный. Который надо привезти в 8 утра по местному. Это в 4 часа по Москве. Но главное то, что узнал я... Приеду я туда. А на базу меня не пустят. То есть мне надо где-то в городе искать место, где встать. А потом в 4 утра без опозданий по Москве надо заехать. Так я везу ваш груз. Вы почему не можете дать указание запустить машину на базу, чтобы она стояла под охраной? А то говорят, дали целый список. Так, по этой дороге нельзя ездить, на этой стоянке нельзя стоять. Тут вообще ездят, машина на ходу вскрывает. Так настращали. А элементарных правил своих же, своего же груза на свои же склады решить не могут. Вот это меня, конечно, немножко возмутило. Я уж так вот на эмоциях сейчас утро начинаю. Но, честно говоря, накипело. Ну ладно, ребятки, давайте мы все-таки уже отправимся, потому что время идет на часах 6.34. На улице 2 градуса тепла, горела снежинка у меня, что-то перестало гореть. Наверное, наверное, уже стало тепло. Вот, 2 градуса, ребятки. И что я хотел сказать. Иногда загорается 2 градуса, а иногда, точнее, снежинка, а иногда она куда-то гаснет. Ну, наверное, предупредила и хватит. А дальше ты уж сам решай. Ну, все, ребятки, отправляемся мы со стояночки Тушнолопова в город Новосибирск. До места 965 километров. Пишет мне навигатор, что приеду я туда в 21.28, полдесятого. Это по тюменскому времени, минус 2 часа, как бы в 7.28, полвосьмого. Вроде бы не поздно, но у меня, вот здесь я, кстати, стоял на этом месте. Как тут места не хватило проехать. Я не знаю, притерся и даже не извинился. Вроде мужичок такой в годах уже, то, что вот 16-метровый прицеп он зацепил, да, может быть, еще габаритов не чувствует. Но, говорю, еще каких бы полметра, и все, и у меня бы полетела облицовка. Вот сюда мне охранник, заезжая вот сюда, на щебеночку. Она хоть и укатана, но вот этот серый камень, скальник, он противный камень. Он все равно имеет очень такие острые края и может запросто порезать резинку. Ну, ладненько, ребят, встречаем утро на позитиве. К тому же, вышло солнышко. Напишет, гололед, думаю. Что-то опять просигналил. Ага, осторожно, гололед. Только вот выезжать здесь, конечно, не очень хорошо, потому что нету полосы разгона, ребят, выезжаешь и сразу в полосу. И, как вы видите, здесь еще с уклоном, то есть надо в горку. Но летом, ладно, встанешь в горку, это ничего, тронешься. А вот зимой это уже будет проблемка. Но если стоянка следит за своей территорией, они обычно эти вещи сразу посыпают, чтобы у них тут заторов не образовывалось. Ну, все, ребятки, погодка сегодня солнечная, хоть и холодная. Тучки хмурые ходят. И еще вдобавок идет такой снег с дождем вперемешку. Да, предстоит мне вот по такой слякоти сегодня рулить. Две обязательных остановки. Это напоить коня. И обязательно надо пообедать. Потому что, ребятки, грешен я. Вчера опять я рулил без обеда. Так, встал уже на стоянке, перекусил. Что было, харчей, оставшихся таких, сухомяточку. И немножко поработал с материалом для видео. И лег в баиньки. А полдвенадцатого меня разбудил будильник. Точнее, телефон. Друг мой, Макс Безумный, позвонил. Думаю, как ты вовремя, блин. Только, только сон начал видеть. В общем, привет Максу, если ты меня смотришь. Спасибо за поздние звонки. Вообще, полдвенадцатого нормально, люди уже спят. Все, ребятки, едем мы. Как я уже сказал, в Новосиб. И любуемся красотами, которые увидим по дороге. Поехали. Продолжение следует. Продолжение следует. Друзья, ну вот мы и уже подъехали к Аббатскому. Кстати, тоже на Лобово, но от Аббатского где-то 18, может 19 километров. Вот наш мамонтенок Бенни. Время пока нет заехать, поприветствовать. Да, и погодка, конечно, сегодня такая пасмурная, блин, такая грязная. Лучше бы, как говорится, шел дождь. Дождь, он хотя бы смывает все со стекла, а это как изморозь ложится, а больше летит грязи с дороги, не успевает она ее смыть. Кстати, вот здесь есть магазинчик в Аббатском, хорошие продукты по низким ценам. Здесь вот постоянно, когда есть время, заезжаю как-нибудь с вами прогуляюсь туда с камерой. Посмотрите ассортимент, цены. В общем, я тут нахожу даже такие вещи, которые уже в обычных магазинах лента. Они уже пропали, такие как зубная паста, там шампунь, мыло, к которым уже привыкаешь, потом вас и на прилавках нету. А здесь они еще и по старым ценам бывают, и ассортимент, и все еще в ассортименте, как говорится. Ну вот, буду обратно ехать, ребятки, постараемся сюда тоже заехать, сходить в магазин вместе. Да, снежок тем временем расходится. Тучи, тучи такие тяжелые, низкие. Прям конкретно такая поздняя осень. Погода слякотная, не айс, как говорится. Но где-то там, в облачках, я знаю, что светит солнце. И может быть, сегодня не до самого Новосибирска будет такая погода. Такая погода. Проскочил камеру, но вроде не сильно шел. Ладненько, посмотрим, надеемся. Письмо счастья не придет. Да, ну Аббатская живет своей жизнью. Домишки вон топятся, дым идет. Надо думать, что при двух градусах тепла. А, уже полтора даже. Вот так вот. Уже полтора градуса. Не знаю, что ждет нас в Новосибирске. Но в Новосибирске, говорят, ждет нас снег. Ну что ж. Полюбуемся первым снегом. Лишь бы только дорога не встала. А то нам сейчас эти заторы и лишние пробки, остановки нам ни к чему. Нам нужно по плану сделать только две остановки за 950 километров. Ну что, сейчас переедем к речку Ишим. Здесь тоже в свое время этот мост был в таком плачевном состоянии, что тут даже автовоз провалился. Плиты до того были изношены, что потом его капитально уже ремонтировали. И здесь выстраивались такие колейки, что теряли по полдня, наверное, здесь мы стояли. Ну ладно, прошли времена плохие, как говорится, наступили хорошие. Слава богу, сейчас все здесь уже новенькое, как дороги, так и мосты. Так что едем, ждет нас, по-моему, один реверс здесь между Аббатским и Крутинкой. Но посмотрим. Сейчас мы все сами увидим своими глазами. Едем, ребятки, едем. Друзья, въехали мы в Омскую область. И начинается снежок. А коллегам ничего не хочет подсказать. Можно обгонять, нельзя обгонять. Ладно. Будем сами принимать решение. Потому что пока дождешься, многие вообще ездят так, что я еду, а вы там уж сами смотрите, как хотите. Я смотрю вперед, и ничего меня другое не задевает. Так. Говорят, что в Новосибе уже сильный снег идет. Посмотрим. Здесь пока еще вот только... Здесь пока еще только наметки. Так, друзья, проезжаем мы 390-й километр. Блин, и сделали такой скачок. Опять телефон на полу лежит. Да, так, главное, визуально не видно, а приезжаешь и, пожалуйста, тебе трамплин. Я что хотел сказать. Убрали реверс. Убрали даже светофор. Хотя асфальт... Сейчас я вижу впереди. Финишный слой еще не доделали. Вот они стыки оставили. То есть, сегодня воскресенье, и походу сегодня дорожную технику взяли и сняли с работы. И, наверное, может быть еще из-за погоды, то что вот погода 2 градуса, тепла, снег идет с дождем. А может быть просто то, что воскресенье. У людей тоже должен быть отдых. Но это, с одной стороны, и радует, потому что хоть нету здесь сейчас заторов. Едем мы спокойно. Никто никому не мешает. Впереди меня никого нет. И сзади у меня далеко все чисто. А посмотрите, асфальт какой положили все-таки ровный. Только вот заезд на него там сделали не очень приятный. Да, вот по всему этому участку, что мы сейчас едем. В прошлый раз мы, когда я шел с Красноярска, здесь постояли. Сегодня просто идем. Сегодня, Боженька, услышал мои молитвы, чтобы не было заторов. Хотя вот впереди тоже опять, впереди реверсивное движение, знак стоит. Посмотрим. Ну, здесь видимость хорошая. Далеко видно хоть и плавный поворот. Вижу я, что асфальт новый. Нигде он пока не обрывается резко. Будем надеяться, что и не оборвется. А, здесь даже вон обочинку отсыплю уже. С серым таким мелким камушком. Да, снежок периодически в перемешку с дождем идет. Но это еще так себе. Это даже не снежок, это скорее изморозь. Надеюсь, что на минус сегодня не упадет температура. Земля еще теплая, асфальт теплый. Гололеда быть не должно. Хотя машинка меня сегодня предупредила. Аккуратней может быть гололед. Ветерок расходится, а вместе с ним и снежок. Уже конкретно и такими белыми хлопьями полетел. Не знаю уж, насколько это видно в камеру. Но мне это видно хорошо. Ну ладно, ребят. Будет что-то интересное, обязательно сниму. Будет ремонт тоже. Как говорится, на эту... На это обращу внимание. Чтобы те, кто за рулем, представляют картинку, что их ждет на этой трассе. Вот вижу я, ребятки, что новый участок у нас заканчивается. Аккуратненько мы тут съедем. И пошла старая дорожка. Но еще по-божески, хотя колейка есть, конечно. Колейность на дороге. Это зимой очень плохо. Да не только зимой, даже в сырую погоду. И то, как говорится, опасно, чтобы не занесло Да, иначе это кончилась дорожка на 401-м километре. Она, конечно, не кончилась. Нет, это кончилось новое покрытие. А старое-то оно осталось. Санчики обгоняют Да, и как бы не старалось солнышко пробиться, здесь вот даже уже тучки как бы расходятся. Солнышко хочет выглянуть, но к сожалению, все затянуто тучи. Друзья, ну что, подъезжаем мы к речке Яман. Это 426-й километр от Тюмени в сторону Омска. И здесь же мы увидим сейчас стояночку большую, но земляную. И название этой стояночки тоже от названия реки называется Яман. Яман. А перед Екатеринбургом есть такая же стояночка, только называется Ямал. Здесь понятно от названия населенного пункта наверное еще и от названия речки. А вот у Екатеринбурга я что-то не обращал внимания от названия чего. Взяли название стоянки. Разница у них в последней букве Л и Н. Ну что, впереди у нас крутинка. Едем? Едем.